Здравствуйте! Это видео о предаточных времени. Посмотрите на это предложение. He reads a book before he goes to bed. Он читает книгу до того, как идет спать. Здесь два подлежащих и два сказуемых. А значит, это сложное предложение, в котором есть две части. Главное и предаточное. То есть, главное и предаточное предложение. Как вы думаете, где главное предложение? He reads a book. Обведем его и отметим номером один. Соответственно, he goes to bed – предаточное предложение. Напишем над ним цифру 2. Предаточное предложение начинается с союза – before – до того, как. Давайте посмотрим, каким вопросом можно связать две эти части. Он читает книгу когда, в какое время, до того, как идет спать. Вот это и называется предаточным времени. Предаточное, которое отвечает на вопрос когда. Предаточное предложение времени обычно начинается вот с таких слов и выражений. Запомните их, выучите. Научитесь переводить их с русского на английский и с английского на русский, а также использовать их в речи. А вот еще один пример сложно подчиненного предложения. I will call her when I get home. Я позвоню ей, когда приеду домой. Где главная часть? Кто сказал, I will call her – прав. Значит, предаточное предложение – when I get home. Две эти части связаны с союзом when. Опять-таки, зададим вопрос к предаточному предложению. Я позвоню ей, когда, в какое время, когда доберусь домой. When I get home – это предаточное предложение времени. Наверное, кто-то из вас скажет, постойте, тут у вас ошибка. А почему в предаточном предложении стоит настоящее время? Ведь мы говорим о событии будущего, когда приеду домой. Наверное, надо писать вот так. Но, увы, такой вариант неверный. Дело в том, что в предаточных предложениях времени будущее, то есть will, не употребляется. Запомните это. Вместо будущего выбираем настоящее простое. Для наглядности я немного видоизменю это предложение и заменю первое лицо третьим. He will call her – when he gets home. В предаточном предложении использовано простое настоящее, а не будущее. А теперь взгляните на такой пример. I don't know – when she will come. Я не знаю, когда она придет. Вот главное предложение, вот предаточное. Как вы думаете, все ли тут написано верно? Кто-то, наверное, заметит здесь будущее время и скажет, что так нельзя. Но давайте разберемся. Действительно, здесь есть союз when. Но на какой вопрос отвечает эта предаточная? Неужели это вопрос когда? Я не знаю, когда. Когда он придет. Нет, это нелогично. Тогда каким вопросом мы можем соединить две эти части предложения? Это вопрос что? Я не знаю, что. Когда она придет? Значит, предаточное не является предаточным времени. И поэтому в нем можно употреблять will, если это нужно. Вот и выходит, что предложение написано без ошибок правильно. Слово when и правило о том, что в предаточных предложениях времени will не употребляется, часто сбивают с толку учащихся. Напомню, что в других предложениях, которые начинаются с союза when, может быть будущее время. Например, простое вопросительное предложение when will they return? Когда они вернутся? Написано правильно. Оно простое. Но вернемся к предаточным временем. Все остальные видовременные формы используются по законам логики. I met a friend while I was walking around the market. Я встретил друга когда? Когда гулял вокруг рынка. Логично, что в главной части прошедшее простое, в предаточной – прошедшее продолженное. Наверное, кто-то спросит, а может ли предаточное предложение стоять перед главным? Может, их вполне можно поменять местами. Тогда здесь будет большая буква, между частями – запятая, но в конце – точка. Запомните, если предаточное предложение стоит перед главным, то надо ставить после него запятую. Для тренировки выполним фрагмент упражнений из вашего учебника. Здесь нужно поставить глаголы в правильное время. Алгоритм или ход мыслей должен быть такой. Первое. Определите, где главное и где предаточное предложение. Второе. Поймите, является ли предаточное предложение предаточным времени. И третье. Действуйте. Итак, пример под номером один. When she – пробел. Be ready, we will leave. Перевод. Когда она будет готова, мы уедем. Где главная часть? Вот она. А вторая часть – предаточное времени или нет? Да, это предаточное времени. Значит, will – ставить нельзя. Можно ставить только настоящее время. Раскройте скобки. Ответ. When she's ready, we will leave. Второй пример. I – пробел. Show you the photos as soon as I get them. Перевод. Я покажу тебе фотографии, как только получу их. Где главное предложение? Правильно, вот оно. А предаточное предложение отвечает на вопрос «когда» или на какой-то другой вопрос? Вопрос «когда». Но это в данном случае даже не важно, потому что раскрыть скобки надо в главном предложении. А в главном предложении можно использовать любое время, которое будет логично подходить этому предложению. Здесь нам подходит будущее. Я покажу тебе фотографии, как только получу их. Откройте скобки с глаголом show. Ответ. I will show you the photos as soon as I get them. Если тема вам понятна, выполните вот эти упражнения. Успехов! Откройте скобки с глаголом. 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 Продолжение следует...